Субтитры сделал DimaTorzok А ещё мне в последнее время ничего не хочется, у меня какая-то апатия, я не могу с этим справляться. Ещё не учитывая то, что интернет ужасно ловит. И меня даже бесит это прядь. Знаете, я всегда отличалась какой-то способностью запоминать себе свои сны. Кстати, сейчас я не запоминаю ни один сон. Я всегда запоминаю какие-то странные отрывки, очень странные отрывки, с не очень хорошим значением. Кстати, я не знаю, зачем я завела тикток, так как я не умею танцевать вообще. Я даже руками вот эту вот всякую фигню не могу делать. Я бесполезна. С одной вот так вот, да, я вижу в тиктоке красивую девушку, потом думаю, куда выбросить своё лицо, и что мне продать, и что отдать, для того, чтобы у меня было такое лицо. И ещё, как мне эта пластическая операция, вот чтоб я была на тебя похожа, а? Я путаю право-лево. И вот мне говорят, типа, вот повернёшь направо, и я такая, хоп, налево, вот даже сейчас, я сейчас видео снимаю, и лево, на самом деле, кажется, там, подожди. Подожди, какой рукой я пишу? А, всё. Справа там, да, лево там, и вот мне говорят, идёшь вот направо, а я такая, хоп, налево или наоборот, и всё, и всё, а всё потом, всё потом. Такое чувство, когда тебе сильно нравился один парень, который не обращал на тебя внимания, а тут вдруг его друг появился, и он понравился тебе, и ты вроде ему... Или нет? Или я ему не нравлюсь? А вдруг я ему не нравлюсь, и он просто был вежлив со мной? Я какой-то баланс между экстравертами и интровертом. Какой-то странный баланс, конечно. У меня бывает момент, когда я хочу замкнуться в себе, вообще, чтобы меня никто не трогал, никто, вообще. Если тронете, я вас расчленю к чёртям. Бывает момент, когда я хочу блистать в обществе, хочу, чтобы весь мир меня увидел, угу, чтобы, чтобы вот, вообще быть такой супергиперобщительный. И ещё мне не заткнуть рот иногда, а иногда я вообще молчу. А можно себя поменять? Можно выкинуть себя и взять себе новую, более нормальную я? Нет? Ну ладно. Я проспала две пары. Ну, одну с половиной, а другую... А другую полностью. Она сейчас, уже конец идёт. И никак же не подключиться. Я вот думаю, как маме сказать, что у меня будет летник. Она сама виновата, правда, я не знаю. Это просто медиана, знаешь, там уже этот... Я не виновата. Ну или реально, честно, признаю свою вину, потому что я не знаю. Ну да, это моя вина, и как бы... Нахерь я не спала всю ночь? Почему меня приспичит делать всё именно ночью? У меня активная жизнь именно ночью. Вот нахерь я делала дедлайн ночью. Ещё я потом не спала до утра, накрасила всё с утра, потому что пошла, вот, вести активную жизнь. Ну... Собственно, зачем? А главное... Вот, я одену платье. Вообще, я не одеваю платье. Но мне больше одевать-то нечего. Что ты смотришь на меня так? Не смотри, я тебя сейчас съем. В смысле? В смысле, не женская работа? В смысле? А я, по-твоему, кто, мужик? Видите, кто опять решил похудеть прямо сейчас, заняться спортом прямо сейчас? Да, правильно, это не я. Сейчас будет нормальная такая история. Я хотела назвать смешную, но вдруг вы подумаете, что она не смешная. В общем, у меня есть такие способности, наверное, у которой есть у любой другой девушки, когда ей кто-то нравится. Но, конечно, они проявились так не очень. Лучше б я об этом не знала. Ну, или, может быть, узнала. Как вы все знаете, мне нравился парень. Да, мы общались уже долгое время, и так получилось, что... В общем, посмотрела я его сторис, увидела там кусочек ногтя с краю женский, и, в общем, подумала, что что-то не так, надо посмотреть, кто это. Ну и вот, я говорю про те самые суперспособности, когда ты можешь найти девчонку по кусочку ногтя у него в сторисе. В общем, именно такие и сделала. Это ушло у меня максимум две минуты, поэтому обращайтесь. Но если вам разобьют сердце так же, как и мне, ну, не обижайтесь, потому что я узнала, что они несколько месяцев уже вместе. И я такая, типа, в смысле? А я... я не понимаю. В общем, я его заблокировала. А он не понял, почему. Я запустила непотемский марафон для себя. А непотемский он, потому что я решила измениться, апгрейдиться в корне, чтобы меня никто не узнал во вселенной. И, в общем, за десять дней. Эта идея пришла мне в четыре часа утра. Что, в принципе, неудивительно. Обычно самые ужасные идеи и самые ненормальные идеи приходят ночью. Так что, в общем, как-то раз я даже решила заняться спортом в три часа ночи. Начала активно приседать и думала, что утром я просто на вся офигенная красотка. Но нет, оказывается, нет. Так вот, сегодня третий день диеты, и... Я поела. Очень плотно. А решила кушать я один раз в день. Но что-то не работает. В обычные дни я худею нормально, да, но почему-то, когда я поставила себе задачу похудеть, я что-то не худею. Действительно такая странная натура. Я не люблю настоящих парней. Я люблю каких-нибудь там давно умерших. Нет. Я не то имела виду. Наверное, проблема у всех девочек или только моя проблема, я не знаю. В общем, я решила сесть на диету, и... В течение десяти дней решила сильно похудеть. Логика просто вообще, я не знаю, свет. Но что-то не получается вообще. Вообще никак. Я... Я не знаю. Когда ты хочешь похудеть, это всегда так работает, что когда ты хочешь похудеть, ты, наоборот, нажираешься и, наоборот, полнеешь. Короче, первый день моей диеты. Стала я с утра и наелась пельменей. А не, позже, это второй день диеты. А первый день диеты я наела стивермишелик с мясом. Таким вкусным. Ну и вот. Абсолютно толерантна к чужому мнению. То есть я понимаю, что она меня не касается. Ну, точнее, даже если даже касается, то я понимаю, что я не могу изменить это мнение. Это мнение человека, и вот. Это мнение личности. Вот. Поэтому и вам тоже советую абсолютно спокойно относиться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!